Танцоры Академии Андрея Андроника получили награды от Госслужбы по спорту и Верховного Совета. Для гостей и своих родителей ребята провели открытый урок танцев. Собираться в конце года и показывать, кто на что гораст, тут в студии Андрея Андроника уже стала традицией. Танцоры не волнуются, наоборот, все расслаблены и уже ждут, не дождутся выхода на паркет. Раз, два, три! Сегодня танцоры показывают 10 номеров – латиноамериканскую программу и европейскую танго, венский вальс, фокстрот. Все это ребята танцевали и на международных соревнованиях. Только за этот год приднестровские танцоры побывали в Англии, Италии, Болгарии, Китае. Из каждой страны привезли медали и кубки. Я побывала в Америке, побывала почти во всей Украине. Для меня мечта – это объехать самые такие хорошие турниры, занять достойное место. Не пройти там, допустим, ни финал, не занять нигде какое место, а хотя бы какой-нибудь результат. Ну, небось, все мальчикам нравитесь. По секрету мне скажите, в классе точно? Ну, как бы, как сказать? Скромничаете. Получается, да. Кирилл, привет! Даняль, привет! Сейчас в студии «Андроника» занимается порядка ста детей. Некоторые из них уже стали чемпионами. Другие к этому только стремятся. У нас за плечами чемпионаты мира, кубки мира, международные соревнования за границей. У нас и дома прошел 9 числа в эту субботу. Замечательный турнир, детский кидс-кап, наш ежегодный турнир. Все замечательно, мы двигаемся вперед. Кроме маме и пап, на открытый урок ребятам пришли и гости из Верховного Совета и Госслужбы по спорту. Лучших танцоров поощрили благодарственными письмами и грамотами. Радостно, что и президент, и правительство уделяют огромное внимание этому танцевальному виду. И президент недавно встречался с победителями в турнире международного. И, конечно, радует, что каждый из них – это талант. Это будущее нашей страны. К слову о будущем. Планы на следующий год у танцоров уже есть. В январе стартует открытый чемпионат Великобритании. Поедут на него 8 приднестровских танцоров. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.